Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Тема сегодняшнего видео, я даже не представляю, как назвать этот ролик, но тема, скорее всего, простота, счастье, свобода, которая дает нам... На самом деле, очень сложно понять, что же дает нам простоту, счастье и свободу в нашей собственной жизни. Я часто говорю, что минимализм приводит к пониманию определенных вещей, когда ты понимаешь, что с отсутствием вещей в твоей жизни твое качество жизни, твое самоощущение, оно не меняется, либо даже меняется в лучшую сторону, и ты получаешь эту свободу от вещей, соответственно, ты получаешь и некую свободу от общественного мнения, и вообще свободу. На самом деле, тема свободы, свободы выбора – это очень сложный и для каждого, наверное, индивидуальный разговор, но тема сегодняшнего видео будет несколько о другом. Я получаю большое количество положительных комментариев, большое спасибо за поддержку, за слова одобрения, это всем приятно, вне зависимости от того, амбициозны мы или нет, на самом деле, доброе слово, приятно всем, большое спасибо. Но я также получаю большое количество комментариев, и те, кто подписаны на мой Инстаграм, периодически эти комментарии вместе со мной прочитывают, за что им тоже большое спасибо. Это комментарии, где мне пишут на самом деле разное. И если собрать воедино все эти негативные комментарии, помимо самых примитивных комментариев о том, что мои волосы выглядят неухоженные, и одеваться я не умею, это все комментарии, они превалируют среди негативных комментариев, которые заключаются в том, что мне, что называется, не верят. Мне не верят, что я минималист, мне не верят, что я записываю этот контент, действительно чувствуя и проживая то, о чем я говорю, возможно, я ошибаюсь, и, возможно, минималистом я не являюсь, тем более, что я говорю, что минимализм, как философия жизни, это некое понятие, которое никем до сих пор не может быть определено, потому что, ну, действительно, очень сложно определить, что же такое минимализм, как философия жизни. Для кого-то это мало вещей, для кого-то достаточное количество вещей, для меня минимализм — это философия о непотреблении. Я получаю очень много негативных комментариев, где мне говорят, что я, допустим, записываю свои видео об экономии, потому что я нуждаюсь в экономии. А до того, когда я озвучила, допустим, опять же в контексте своих видео, марки одежды, в которые я одеваюсь, мне были даны комментарии о том, что когда-то у меня была возможность, сейчас у меня нет возможности, соответственно, я ударилась в минимализм. Кто-то пишет мне, что мои сумки, моя одежда, это все подделка, кто-то пишет мне, на самом деле, что давно пора мне расслабиться, избавиться от своих старых вещей, своей старой одежды, одежды, не держаться за все это, наконец-то приодеться, переодеться. Вот на самом деле весь этот клубок негатива, он основан, его можно определить за основу, взять Яна, я тебе не верю, ты где-то лукавишь, ты где-то не договариваешь. Но, дорогие зрители, это видео прежде всего адресовано тем, кто верит и тем, кто может поверить, потому что, если предположить на 10 минут этого видео, что все, о чем я рассказываю, это действительно правда. И, кстати, я знаю, что многие верят, но при этом считают меня некой чудачкой, как минимум, возможно, даже фриком, потому что он действительно в голове у кого-то не укладывается. Вообще, зачем брать и мыть раковину кремом? Вообще, как такое в голову может прийти? Зачем экономить на чем-то, покупая, допустим, потом в 10 раз дороже что-то другое? Почему бы не перераспределить действительно свои финансовые ресурсы? Очень много знаков вопросов, которых для многих снимаются просто тем простым фактом, что зритель приходит к выводу, что ну просто вот такая чудная я и вот какие-то такие вещи делают. Но, повторюсь, если взять на хотя бы эти 10 минут, что будет длиться этот ролик, за основу мысли, что все, о чем я рассказываю, это правда, и это действительно правда, просто потому что человек, в данном случае, конкретно я, выбрал таким образом жить, то, соответственно, на привычные вещи, возможно, появится некая возможность посмотреть по другим ракурсам. Но самое интересное, что, читая определенные негативные комментарии, даже большинство из них, я поняла, что когда-то я была человеком, который тоже об определенных ситуациях, на которые бы он посмотрел, мог таким же образом судить. Например, когда мы приехали в Италию, мы могли отправиться с мужем куда-то пообедать, либо даже поужинать, и, подъезжая к ресторану, мы видели изо дня в день, либо из раза в раз, когда мы в этот ресторан приезжали, две дорогие машины. Потом, со временем, мы узнавали, что эти две дорогие машины, это машины владельца ресторана и его жены. Но из раза в раз мы видели, что владелец ресторана, я рассказываю вам совершенно реальную историю, и, возможно, те, кто живут в Монте-Гротто, я знаю, что у меня есть зрители из Монте-Гротто, я знаю, что у меня есть жители из Пады, возможно, даже они поймут, о каком ресторане я рассказываю. Так вот, со временем мы поняли, что, точнее, стали видеть владельца ресторана, который работает на кухне, он, на самом деле, повар, шеф-повар, возможно, но, тем не менее, он постоянно на кухне. А жена его постоянно официантка. Она, возможно, старший официант, но она разносит блюда наравне со всеми, она убирает грязные тарелки наравне со всеми, и она стоит на кассе, наравне с теми, кто имеет доступ к кассе. В первое время, когда я была в Италии, даже не жила еще, а, скажем так, ездила сюда наездами, меня это очень удивляло, что человек, который владеет, в нашем понимании, бизнесом, в данном случае, это ресторанный бизнес, он наравне со всеми. При этом он наравне со всеми в общении, и, самое главное, в количестве работы, которую он выполняет, и очень часто он выполняет большее количество работы. Это совершенно очевидно, если вы понаблюдаете за итальянскими семьями, которые, допустим, владеют рестораном, пиццерией, которые владеют, допустим, каким-то магазином. Кстати, вопрос о магазинах тоже очень интересный. Когда я приехала в Италию, меня удивляло, что продавец, который подходит тебе и спрашивает вам помочь, вам что-то показать, это на самом деле владелец того магазина. Этот владелец магазина часто моет окна, пылесосит в этом магазине, моет полы и, соответственно, получает доход с этого, опять же, бизнеса, мелкого, малого бизнеса, но тем не менее. И, возможно, сейчас, почти в 2020 году, кому-то покажется странным, что меня это удивляло. Но тогда, 13 лет назад, когда я только стала узнавать и видеть итальянскую жизнь изнутри, меня действительно определенные вещи обескураживали. В нашем городе есть также большая пиццерия. Если в первом случае я рассказала вам о достаточно небольшом ресторане, который, что называется, джеститу, то есть управляются семьей, мужем и женой, то у нас есть также огромная пиццерия. Я даже не могу себе представить, на сколько посадочных мест рассчитана эта пиццерия. И рядом с этой пиццерией, которая занимает огромную территорию, находится огромная территория прекрасной виллы, где живут владельцы этой пиццерии. И каждый вечер пиццерия открыта только вечером, потому что, наверное, огромное количество клиентов, и я думаю, что пиццерия бы просто не справлялась с таким количеством работы, потому что, повторюсь, это семейный бизнес, если бы пиццерия работала еще и в обед. Так вот, каждый вечер, когда бы вы не приехали, вы увидите скромно одетую женщину на входе, которая отправляет пришедшую семью, пришедших гостей, пришедшую пару на те или иные посадочные места, за те или иные столики. Трудно угадать в этой женщине, которая одета так же, как все официанты. Черная рубашка, черные штаны, черные брюки и черный фартук. Трудно угадать в этой женщине владелицу этого бизнеса. Трудно угадать в кассире, который стоит на кассе изо дня в день, из вечера в вечер, ее сына. И трудно угадать среди официанта жену ее сына, соответственно, ее невестку. И такие ситуации, они очень и очень распространены. К чему я все это рассказываю? К тому, что действительно, когда я приехала в Италию, определенные вещи меня удивляли. И я, например, была человеком, который думал, ну почему, если у тебя есть возможность купить себе, допустим, дорогое пальто, почему бы не купить себе пальто подешевле и не нанять, допустим, человека, который помогал бы тебе по хозяйству? И так далее, и так далее. Почему, когда у тебя есть определенная возможность, не нанять бы пейбисидера для того, чтобы иметь возможность чаще выходить собственным мужем? И так далее, и так далее. На самом деле, миллион вещей, куда мы можем потратить свои собственные деньги, но имея желание их потратить на эти нужды прежде всего. И могу сказать, что именно здесь, в Италии, я научилась жить и научилась этой пресловутой свободе, наверное, даже раньше, чем я пришла к нормализму. И эта свобода заключается в том простом понимании, что ты действительно волен выбирать и делать то, что тебе нужно, что тебе нравится, и, скажем так, те дела делать, в которых тебе комфортно. Ни для кого не секрет, что если ты хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, ты должен сделать его сам. Это в унисон тому видео, которое я выпустила, почему у меня нет помощницы по хозяйству. Это в унисон тем примером, когда семьи действительно строят свой бизнес с нуля, приходят к определенному успеху, в том числе и финансовому, но прекрасно понимают, что если они не будут вот там каждый вечер на кассе, на входе, среди официантов, то то, что они создавали практически всю свою жизнь, оно либо сойдет на нет, либо вообще рухнет. Вот так же в моей жизни я научилась совершенно быть свободной от предрассудков. Я буду мыть полы, буду мыть унитазы, буду мыть стекло в своей собственной квартире просто потому, что на это есть у меня причины. И, кстати, если причины когда-то эти будут экономия, какая-то финансовая нужда, я, наверное, тоже к этому буду относиться достаточно спокойно. Потому что когда ты понимаешь причинно-следственную связь, когда ты понимаешь, когда тебе комфортно, когда тебе менее комфортно, а менее комфортно, когда в моем случае, если я буду нуждаться, это значит пойти больше работать, искать больше заработка и, соответственно, оставить вопрос, а нужно ли мне это? Так вот, когда ты все это понимаешь, ты действительно становишься свободным. Поэтому многие комментарии, которые основаны на вот этом негативе, в основе которого лежит Яна, а мы не верим или я не верю, вот так не может быть. Недавно я получила комментарий о том, что я, значит, везде экономлю. По всей видимости, зритель сначала посмотрел видео про экономию, а потом про мои сумки Биркин и написал, ну не может быть, это вообще подделка, зачем такое показывать и рассказывать. Я поняла, что действительно для некоторых зрителей допустить мысль о том, что так может быть, что человек может быть свободен в своем комфорте и делать то, что ему нравится и хочется, это просто-напросто некое неудобство. Гораздо проще сказать, а я не верю, а так быть не может, чем задуматься, понять и, возможно, прийти к такому же мироощущению, просто потому, что оно будет более комфортно для тебя самого, просто потому, что оно даст тебе большую свободу, больший комфорт. Я желаю всем своим зрителям, на самом деле, я пришла к этой свободе, наверное, практически к 40 годам, я знаю, что у меня есть аудитория гораздо моложе меня, я желаю прийти к такому пониманию, как можно раньше. Для каждого из нас свобода выбора и комфортное проживание, комфортная жизнь, счастливая жизнь в конечном счете – это очень индивидуально, для меня одно, для вас другое. Но, тем не менее, совершенно точное понимание, что из чего проистекает и где вы готовы пожертвовать, а где не готовы пожертвовать, прежде всего, своим собственным временем – это очень-очень важно. Желаю в любом возрасте, неважно, старше вы меня, либо младше, прийти к этому пониманию. И я искренне рада за зрителей, которые, допустим, старше меня, но все-таки пришли к пониманию определенных вещей, к определенному видению вещей и к этой пресловутой свободе, о которой так много говорится, о которой так много написано, но которые действительно редко кто из нас может ощутить и может тем более наслаждаться изо дня в день. Желаю вам этого. На этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.